Приступ продуктивности. Традиционно в преддверии каникул народные депутаты решили отработать день по максимуму. На голосование вынесли социальные законы. Законы из так называемого энергоблока, правда, не удержались от блокирования трибуны. Чего требовали? Что приняли, а что провалили? Узнаем от Екатерины Лысенко. Четверг единственный день, когда кресла в зале почти не пустуют. У депутатов традиционная мобилизация. С утра успешно голосует президентский закон. Теперь присваивать звание Героя Украины можно будет в виде исключения иностранцу, награжденному Орденом Героев Небесной Сотни. А еще Рада тоже успешно предоставила семьям погибших ветеранов войны льготы. Удивительно, но социальные законы сегодня появились в повестке дня и часть из них успешно приняли. Сегодня в порядке дня есть три закона, которые для нас очень важны. А самое главное, что они очень важны для людей. Это поддержка семей инвалидов, загибших, поддержка чернобыльцев и закон 3459 по бесплатному еду детей и переселенцев. Мы достигли того, чтобы эти законы были в порядке дня. Но быстро и продуктивно Нардепа поработали только в первый час утреннего заседания. Далее трибуны окружили и Батсковщина и самопомощи внефракционные с требованием внести в повестку дня законы, о которых много говорили до выборов, об открытых списках и о снятии неприкосновенности. Шановный Андрей Володимирович, мы категорично просим вас поставить все эти законы на расследование Верховной Рады не позже, наступного пленарного тижня, в травне месяц. В другом случае, мы все за собой сохраняем право на акции прямой деятельности. Коллеги, пожалуйста, на месте, за на важные законопроекты, потому что мы так же обещали провести реформу парламенту. И сейчас я буду ставить пропозицию про реформу парламенту. Из парламентских реформ пока только одна – отмена перерыва. Ее то и дело ставили на голосование. До меня вернулись участники некоторых фракций, что переосмыслили позицию и готовы поддерживать с касывания перерыва. Но за отмену Нардепы так и не проголосовали. Не до конца переосмыслили позицию. Будем ждать просветления. А в кулуарах тем временем вспомнили, что в кресле главы парламента спикер уже год. И не мешало бы ему отчитаться о работе. Он должен призвать о том, как им был уничтожен фактически регламент Верховной Рады Украины. Как забрали европейское конституционное право опозиции на руководство отдельными комитетами, отдельными комиссиями. Как было, по сути, снищено каждую идею народного депутата, вымогу народного депутата, створить темчасовую следующее комиссию. Но в зале не до отчетов, там на очереди кадровые вопросы. Рада должна была назначить в конкурсную комиссию своих представителей, которые потом подобрали бы членов НКР. Комитет предложил две кандидатуры, но несколько попыток их утвердить успехом не увенчались. Это призначение решило бы следующее, что, скажем, на следующем неделе президент мог внести своих двоих кандидатур, уряд свою кандидатуру и Верховная Рада своих двоих кандидатур. Пять членов конкурсной комиссии могли бы официально начать процес, огласить процес конкурсу на замещение трех вакансий в склад НКР. Там были, до речи, кандидаты, которых поддерживала Батьковщина, но их комитет не нужна, потому что комитет ставит только тех, которые подберут необходимых членов НКРКП и будет дальше совершать эта практика и политика, которую мы видели до этого времени. Поэтому мы считаем, что те кандидаты, которые идут на это и будут подбирать, они должны быть консенсусными всего парламенту. В данном случае, даже сам принцип конкурса был с ним львов. Ну а дальше в зале стали искать голоса для другого закона о рынке электроэнергии, у которого есть как защитники, так и противники. Для использования на сегодняшний день нет ничего изменения. Мы как раз делаем так, чтобы не наступил тот коллапс, который может возникнуть, если государственное предприятие энергоринок. Мы делаем пролонгацию для того, чтобы можно было подготовить законодательное обеспечение. Будут появляться новые компании, так называемые компании по постачанию универсальной послуги. Старая модель рынка заканчивается уже сейчас, в 2017 году, а новой модели нет. Третий энергопакет – это европейские директивы, которые Украина взяла на себя, чтобы выполнить, чтобы запроводить конкуренцию между производителями, чтобы не были привилегованы одни или другие участники. Когда конкуренция позволяет искать своего клиента, потребителя и предлагать им лучшую цену. Сейчас этим законом предпочено, что будут введены специальные посередники, которые будут покупать у государства дешевую атомную электроэнергию, дешевую гидроэлектроэнергию, а продавать вам будут в три дорога. Долго спорили о законе и в зале. И в итоге поддержали документ. И в блоке Порошенко уверяют, через какие-то два года, а именно столько будет длиться приходной период, электроэнергия станет дешевле. Для использующих электроэнергии никакого повышения не будет. Вдруг, конкурентое средство среди поставщиков и стала обеспеченность, которую будут контролировать соответственно созданные органы, комиссия, даст возможность дешевить в целом саму электроэнергию для конкуренции использующих. После успешного голосования нардепы также успешно разошлись в надежде на вечернем заседании что-нибудь утвердить. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Иван Ермаков, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.